всем привет сегодня у нас судя по монохромному фону обзор на обзоре у нас вот такой довольно старенький набор это мессершмитт b109 f2 фридрих от фирмы звезда масштабе 142 48 извиняюсь не удивляйтесь что у нас после фридриха идет еще один фридрих просто в процессе сборки и даже по в каком-то видео об этом говорил у меня родилась мысль сравнить как она будет в сборе этот фридрих по сравнению с оси мовским стоят они ну разнятся цены везде но практически одинаково можно их достать звездовский начиная от 490 до 900 рублей и соответственно оси мовский до 500 рублей то есть это как повезет но я так думаю что вот этот будет более качественным сейчас я покажу вам то что внутри на потом будем собирать внутри у нас такое как всегда встречает бронекорпус бронекоробка пакета я здесь уже убрал поэтому остался только со стеклением пакет и так нас встречает инструкция с декалями и летники сейчас я это как-то уберу поудобней и начнем смотреть и так у нас такая инструкция форме книжечки но не обольщайтесь это простынюшка стандартная старая звездовская простыня раскладушка в принципе нарисовано довольно понятно но как всегда у звезды вот этих куча подбор под сборок и потом сложно некоторые по сборке понять как они должны ставиться ну есть такие нюансы у звезды но отпечатано в принципе довольно понятно здесь у нас присутствует и сборка двигателя и сборка внутренних частей наших крыльев то есть тут у нас получается два варианта законцовок даны ниши шасси со сборные то есть здесь немножко более детализировано детализированный подход по сравнению совсем как это будет собираться будем смотреть уже в процессе сборки но намного детализировано уже даже с первых взгляд на это дело и дано у нас как всегда монохромная схема окраски что присуще старым набором звезды сейчас они по моему кладут уже цветной такой листочек здесь у нас идет три варианта четыре это общевойсковой лето сорок первый год восточный фронт майор ханес траутлофт лето сорок второго года 54 истребительный полк ханс эки хард боб 23 июня 41 и ханс фон хан июль 41 не знаю про какой буду делать но больше мне нравится вот люблю этих чертиков всяких может быть с дракончиком буду делать не знаю посмотрим это уже будем решать ближе непосредственно к самому финалу может быть и этот не знаю общего из кого и мне не нравится довольно скучный вот эти вот повеселее это мы решим уже потом так эту сторону вот он нашли с декалями и как раз вот этот чертик люблю этот черт этого чертика дракончик зелененький тоже прикольно на первый взгляд кажется что они немножко пожелтевшие но будем надеяться что они все-таки будут белыми в итоге в отличие от оси м здесь глянцевая декаль на и съем их матовая деколь мне принесла очень много неудобств здесь также есть разобранная свастика то есть нужно будет из вот этих запчастей собрать есть спиралька спиральку довольно тяжело будет нанести знаю по опыту сборки эдуарда посмотрим может быть мы ее сделаем даже виде прям покрасим но это все ближе к сборке загадывать не будем может нам спиралька вообще даже и не нужно будет ну и пакетик под рукой оказался у нас со стеклом со стеклением у нас здесь не все так радужно не люблю и звездовские стекла потому что они из непонятного материала это вроде и пластик но вроде и не пластик так то они вроде прозрачные но имеют свойства довольно сильный акдезии к жидким маскам то есть если продолжительное время на этих стеклах находится жидкая маска типа вайлдеровской она имеет свойство въедаться прямо в стекло и и потом очень тяжело убрать здесь за счет квадратиш практи жгут можно обойтись скотчем так у нас получается здесь три варианта даже четыре варианта передних стекол так и два варианта самого фонаря но это будем смотреть какая у нас там возможно варианты унификации потому что у звезды есть f4 возможно даже тут фонаря т4 тоже есть причем скорее всего и даже возможно какая-то передняя часть может и от густого быть здесь я ничего не скажу пакет крайне неудобно оставлю его так не записывать его и так дальше летничок у нас с низкопланом стойками и частями низ шоссе отлита довольно здорово здесь у нас есть расклеп есть люки есть вот этот штучка такая как бы носить насечка который не было восьм это с точно знаю изнутри у нас особо проблем нет это у нас получается двигатель по трубки выхлопные скорее всего это у нас во внутрь во внутрь дайте колеса орудия причем это скорее всего пулеметы по идее сам винт и крышки соответственно крышка цилиндров голов головки цилиндров это у нас что-то от двигателя тоже видимо какие-то масло баки руки от пилота с головой нашим мелочевка различная отлита тоже довольно детализировано четко насколько это я могу судить колесико от заднего нашего костыля тоже там было так это у нас и так капоты наши причем два варианта но это повторюсь скорее все связано с унификацией потому что фридрих 4 есть есть еще один вариант у нас приборки то есть два две приборки детали крыльев верхние как я понимаю части пневматики тоже два варианта а нет не два это из двух половинок довольно хорошо так отлит и ну и различная мелочь в двигатель за за концовки крыльев щитки ну визуально отлита лучше чем у айсием даже вот эта вот турбина она более детальная насколько вот помню сборку турбина на двигатель более детализированная и последний литник здесь у нас части фюзеляжа расклепки конечно нет но расшивка довольно тонкая но надо будет ее углубить определенно или рон и часть от носовой нижняя часть носовая еще одни патрубки кок винта еще одни за концовки тело нашего пилота довольно неплохо отлитая так стабилизаторы хвостовые пол кабины и различная мелочь ну что я могу сказать в принципе довольно отлично что из друзья вот такой у нас наборчик в принципе на по первому впечатлению более детализированный по сравнению совсем как он будет собираться я не знаю будем смотреть уже в процессе сборки ну и встретимся именно тогда с этим самолетом следите за новостями чтобы ничего не пропустить важного на канале ну и всем до новых встреч спасибо за внимание пока пока в субтитрах Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok